Сегодня я покажу вам нечто удивительное и очень красивое, и это болезнь всех живущих в Лос-Анджелесе, называется хайкинг. Let's go! Если вы собрались на хайкинг, то есть несколько золотых правил. Первое, обязательно наносим солнцезащитное средство на лицо и на все тело. Второе, кепка. Обязательно закрываем голову, чтобы не напекло. И третье, это очки. Глаза надо беречь с молодым. Побежали! Вот здесь можно бежать, бежать, наткнуться, например, на змею. Или найти вот такой какпик, который выше тебя раз-два. Хуже! Хорошо, что он бесколючий. А то было бы правда опасно. Бежишь, бежишь, наткнулся. И все. И 33 дырки у тебя. А еще, чтобы не снимать здесь безумно дорогой дом за 2-3-5 миллионов долларов, можно снять недорогой трейлер. Как этот. Если вы один, то вам его хватит. Но если вы с семьей, то это не лучший вариант. Побежали дальше. Самое страшное на хайкинге это змеи. Да, вы не слышали, здесь есть змеи, очень опасные, которые могут смертельно укусить. Поэтому важно быть внимательным. Если бегать по этой дороге, то можно найти вот такой камень. Это называется камень желаний. Нужно обязательно на него сесть с видом в город и загадать желание. Живут же люди. Какие ворота. Это мы еще дом не видели. В Америке везде, во всех ресторанах, в аэропорту, в гостиницах везде есть бесплатная вода. Даже здесь, казалось, в горы, люди бегают. Но здесь есть места, где можно попить чистой воды. Здесь думают не просто о людях. На минуточку. Это для взрослых. Это для детей. И это для собак. Да, здесь думают даже о наших маленьких друзьях, с которыми мы приходим заниматься спортом. У вас есть собачка? Вы хотите пойти на хайкинг с собачкой? Не вопрос. Главное, не забывайте убирать за своей собачкой. Даже здесь, казалось бы, высоко от цивилизации, но правительство Соединенных Штатов все предусмотрело. И есть такие будки, где можно найти дефибриллятор, если, не дай бог, кому-то понадобится. Часто мы устаем от этой беготни. По крайней мере, в Москве. Не знаю, как в других городах, но в Москве ты постоянно куда-то бежишь, бежишь, бежишь. И тебе не хватает возможности просто остановиться и подышать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok